Всем привет. Продолжаем играть в Fallout и рассуждать о компьютерных тематиках и рядом. И сегодня продолжаем зачитывать книгу «Совершенный код» Стива МакКоннелла. Что мы делали в предыдущих сериях, в предыдущих прохождениях. Ну и сегодня мы продолжаем тему проектирования при конструировании и продолжим ее с того, с чего закончили. Компоненты проектирования эвристические принципы. Но для начала я загружусь и посмотрю, что я тут наделал в прошлый раз. Так, в прошлый раз я в могильнике, не в этом, в свечении был, во, я там все облазил, понаходил всякие голодиски вот эти, взял вот пистолет лазерный. Я им стрелять не умею. Кстати, нашел невидимку, маскировочное средство, но в принципе пригодится мне, но не думаю, что прям так уж сильно пригодится. Ну, там много ништяков всяких, но они мне уже не нужны. Так как уже почти конец игры, я сейчас перестреляю всех в соборе и потом пойду дальше всех стрелять. Так, так, собор. Про собор я, по-моему, говорил, это типа не более чем безобидное предстанище чад собора, которые пытаются нести в пустоши мир и любовь. Но на самом деле это такое тайное прикрытие. Тайное прикрытие для тайной базы создателя, которые мечтают превратить как можно большее количество людей в мутантов. К создателю мы подберемся, но для начала я перестреляю их. Всех хочу еще получить еще один уровень. 14-й. Так как 13-й это же несчастливое число, и вот с несчастливым уровнем идти и убивать. Создателя что-то не особо хочется. Так, и я, наверное, в руку еще возьму эту винтовку снайперскую. Так. Так, двери я тут не ломал, по-моему. Перезарядимся. И пойдем валить и продолжать рассуждать на наши темы. А, да, тут же надо... Надо, надо дождаться ночи... Не, не буду я дождаться ночи. Я сейчас попробую эту невидимку использовать. Так, зажимаем, держим левую и... И... Это я выбросил, да? Нет. Вот это, по-моему. Нет, это я выбросил. Короче. На себе сейчас применим. А, нет, это надо вот, по-моему, вот сюда взять. Во. Ой, теперь я типа невидимый. И попробую сейчас с невидимым сломать двери. А для этого надо взять в другую руку... Вот эти отмычки... Ой. И попробуем все взломать. Не удается. Ну, сейчас удастся. Вряд ли я, конечно, возьму уровень, когда всех... Ну, здесь перебью, но... Но вдруг... Ну, я думаю, половина точно. То есть, мне надо там около... Ну, чуть больше десяти тысяч опыта. Но я думаю, тысяч пять я точно возьму. Так, сейчас я зайду сюда. Что у нас тут? Дверь заперта. Но зачем запирать и там, и там? Непонятно. Нет, это не то. Так, в этой игре я уже, в принципе, вроде бы все сделал. Квестов выполнил много разных. Ну, я после убийства всех этих чат, наверное, пойду еще в пустошь и пошарюсь там. В этой пустоши. Так, что-то у меня замок не ломается. Ну, да ладно. Раз не ломается, значит, будем ломать и продолжать. Итак. Итак, итак, компоненты проектирования. Эвристические принципы. Разработчики программного обеспечения любят четкие и ясные правила. Сделай А, Б, С. И это обязательно приведет к Х, У и З. Ну, к Y, X, Y и Z. Мы испытываем гордость, когда находим тайные действия, приводящие к желаемым результатам. И сердимся, если команды работают не так, как описано. Стремление к детерминированному поведению прекрасно согласуется с детальным программированием, при котором строгое внимание к деталям может определить успех или провал программы. Однако, проектирование программного обеспечения это совсем другая история. Так как проектирование не является детерминированным, главным аспектом проектирования качественного программного обеспечения становится умелое применение набора эффективных эвристических принципов. Далее мы рассмотрим ряд таких принципов, подходов, способных привести к удачным решениям. Можете считать эвристические принципы правилами выполнения проб при использовании метода проб и ошибок. Несомненно, некоторые из них вам уже известны. Так, короче, не ломается мне дверь. Ну и фиг с ней. Пойду я. Пойду я винтовочку. Точнее, дробовичок возьмем. И пойдем валить. Валить этих... Так, вот их двое, да? Сейчас я убью этого. По идее, сагрятся другие и прибегут на помощь. Вот. Понеслась. Он с ножиком. Так, надо бы его убить до тех... Пока эти не... А, уже пришел. Ого. Значит, надо валить этого. Потому что он сейчас как достанет свою пушку. Красавчик. Красавчик завалил этого, но и меня покоцал. И что-то у меня, кстати, этих не так уж и много. Шприцов. Ладно. Ладно. Надеюсь, он меня сейчас не убьет. Падла, убил. Блин, а я не сохранился. Вот это засада. Вот это засада. Значит, начну сейчас все с этого уровня всех валить. А там как пойдет. Во. Все, я понял. Так. Итак, идем дальше. Нужно определить объекты реального мира. То есть, определить объекты реального мира. Первый и самый популярный подход к проектированию это общепринятый объектно-ориентированный подход. Который основан на определении объектов реального мира и искусственных объектов. При проектировании с использованием объектов определите объекты и их атрибуты. Это у нас методы и данные. Действия, которые могут быть выполнены над каждым объектом. Действия, которые каждый объект может выполнять над другими объектами. Части каждого объекта, видимые другим объектом, то есть открытые и закрытые части. И открытый интерфейс каждого объекта. Это часто повторяющиеся действия. Не обязательно выполнять их в указанном порядке. Помните о важности итерации. Дальше. Определите объекты и их атрибуты. Сейчас более детально над этими вопросами поговорим. Определите объекты и их атрибуты. Что это такое? В основе создания программ обычно лежат сущности реального мира. Например, система расчета по временной оплате может быть основана на таких сущностях, как сотрудники, клиенты, карты учета времени и счета. Например, сотрудник, сущность сотрудник. Сущность сотрудник, некий объект или класс. Для начала это класс будет. Сущность сотрудник, который будет содержать в себе такие свойства, как имя, фамилия, должность, рейтинг зарплатный, еще что-нибудь. Клиент. Это отдельная сущность. И эта сущность содержит в себе тоже имя, адрес, регистрация или проживание, счет, баланс, там на счету. Счет. Счет это тоже отдельная сущность. И она может содержать там дату, когда там производилась оплата. Ну, что там еще у нас было. И карта учета времени. Карта учета времени содержит такие характеристики. Одни из характеристик, как там часы, дата, какой там проект или еще что-нибудь. Ну, то есть, здесь как минимум, да, у нас 4 объекта. Ну, в системе расчета по временной оплаты. То есть, с первым или не первым, но нужно определить объекты и их атрибуты на этапе проектирования. То есть, определить атрибуты объектов не сложнее, чем сами объекты. Каждый объект имеет характеристики, релевантные для компьютерной программы. Скажем, в системе расчета той же по временной оплаты, объект сотрудник обладал бы такими атрибутами, но я их уже перечислил, как имя, фамилия, должность и уровень оплаты. А с объектом счет были бы связаны такие атрибуты, как сумма, имя, фамилия клиента и так далее. То есть, это то, что я уже перечислил, но своими словами. Объектами системы UI, то есть, юзер-интерфейса, были бы разнообразные окна, кнопки, шрифты и инструменты рисования. При дальнейшем изучении проблемной области, вы можете прийти к выводу, что установление однозначного соответствия между объектами программы и объектами реального мира не самый лучший способ определения объектов. Но для начала он тоже неплох. Но для начала он тоже неплох. Так, я подлечусь и перезаряжусь. Подлечиться. И, 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 где патроны? Патронов не так уж и много, но в принципе есть. Сохраниться. Нельзя. Плохо. Ладно, всех перебьем, потом сохранимся. Так, очередь. Итак, идем дальше, дальше. Это у нас определите действия, которые могут быть выполнены над каждым объектом. Объекты могут поддерживать самые разные операции. В нашей системе расчета оплаты объект сотрудник мог бы поддерживать изменение должности или уровня оплаты. Объект клиент, изменение реквизитов счета и тому подобное. Так, следующее у нас. Следующее это определите действия, которые каждый объект может выполнять над другими объектами. Суть этого этапа ясна из его названия. Двумя универсальными действиями, которые объекты могут выполнять друг над другом, являются включение и наследование. Какие объекты могут включать другие объекты? Какие объекты могут быть унаследованными от других? К примеру, карта учета времени может включать объект сотрудник, объект клиент и объект клиент, объект счет может включать карты учета времени. Кроме того, счет может сообщать, что клиент оплатил услуги, а клиент оплачивать указанную в счете сумму. Более сложная система включала бы дополнительное взаимодействие. Так, далее. Дальше у нас. Определите части каждого объекта, видимые другим объектом. Один из главных аспектов проектирования, определение частей объекта, которые следует сделать открытыми, и частей, которые следует сделать закрытыми. Этого решения требуют и данные, и методы. Так, и далее у нас идет это определите интерфейс каждого объекта. Для каждого объекта надо определить формальный синтаксический интерфейс на уровне языка программирования. Данные методы, которые объект предоставляет в расположении остальным объектам, называют открытым интерфейсом. Части объекта, доступные производным от него объектам, называют защищенным интерфейсом объекта. Проектируя программу, обдумайте интерфейсы обоих типов. Завершая проектирование высокоуровневой объектно-ориентированной организации системы, вы будете использовать два вида итераций. Высокоуровневую, направленную на улучшение организации классов. И итерацию на уровне каждого из определенных классов, направленную на детализацию проекта каждого класса. Так, а че у меня не завершается бой? Блин, за это все я только тысячу опыта получил. Но в целом, сколько это? 9 тысяч еще. Ну, чуть меньше 9 тысяч опыта. Печально. Ладно, я сейчас тут обшарюсь. О, 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 тут кто-то был. Мне кажется, там этот невидимка стоит. Мне так кажется. Да, вот, видите, да, 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 вон он стоит. Значит, любым способом надо ту дверь сломать. Любым способом. Но сначала я тут сейчас всех побегаю. Пошарюсь по карманам. Мало ли у кого-то будут закрыты. Да ладно. Как так? Зачем ящик закрывать? И че, чадо, одну друг другу не доверяете? Так получается. Вот, че он там прятал. О, вот это мне. Это, наверное, не надо. Я им не... А, не, надо, на. Блин. Че-то у меня тут есть такое тяжелое. Нафиг этот пистолет, он мне не надо. Да и взрывчатку можно выкинуть. Так, получится это еще взять. Так, получится это еще взять. Да, получилось. Ладно, пойду-ка я повзламываю. А, сохранится. Лучше сохранится. То сейчас опять пойду с этими мутантами. Но, как вы видите, с мутантами довольно-таки тяжело, когда они еще прокачаны. И когда... Ну, у них пушки эти, да? Там эти шестистволка или миниган, миниган, да. То сразу в мясо. Конечно же, если у вас прокачано тоже тяжелое оружие, вы тоже с миниганом, то гораздо легче. Урон там тоже немаленький. То есть, если бы у меня сейчас на 200% было прокачано тяжелое оружие, то... Особого, конечно, труда не было бы валить их. Так, попробую взлом. Да че ж такое. Ладно, ладно. Идем дальше. Ну, дальше идем по книге. Так. Че у нас тут дальше? Дальше у нас тут написано. Определите согласованность абстракции. Абстракция позволяет задействовать концепцию, игнорируя ее некоторые детали и работая с разными деталями на разных уровнях. Имея дело с составным объектом, вы имеете дело с абстракцией. Если вы рассматриваете объект как дом, а не как комбинацию стекла, древесины и гвоздей, вы прибегаете к абстракции. Если вы рассматриваете множество домов как город, вы прибегаете к другой абстракции. Базовые классы представляют собой абстракции, позволяющие концентрироваться на общих атрибутах производных классов и игнорировать детали конкретных классов при работе с базовым классом. Удачный интерфейс класса это абстракция, позволяющая сосредоточиться на интерфейсе, не беспокоясь о внутренних механизмах работы класса. Интерфейс грамотно спроектированного метода обеспечивает такую же выгоду на более низком уровне детальности, а интерфейс грамотно спроектированного пакета или подсистемы на более высоком. Так, я сохранюсь и загружусь вот так вот. Что-то у меня подряд, что я не делаю, этот замок не ломается. Может рандом на другой? Я сломал отмычку. Ладно, у меня есть еще одна. Но это не хорошо. Да что ж ты будешь делать? Блин, это вообще жесть, тогда я открыл. А может нельзя открыть, если я их всех поубивал? Ага, может тут ключ есть какой-то. Ух ты, значок. Блин, прикольно. Но если этот значок есть, значит он нужен, наверное. Блин, может ключ какой-то есть. Вот еще, а это что такое? Электро-кнот, круто. Да нафиг, конечно, мне эти значки. Так, это мне, вот это мне точно надо. Так, ладно, идем дальше. С точки зрения сложности, главное достоинство абстракции в том, что она позволяет игнорировать нерелевантные детали. Большинство объектов реального мира уже являются абстракциями некоторого рода. А что если я возьму в руки значок и попробую его использовать? Оооо, круто. Тут походу тоже, да? Это ничего, как это ничего не даст? Подожди-ка, еще раз на двери. Не. Так, как только что было сказано, дом это абстракция. Это окон, дверей, обшивки, электропроводки, водопроводных труд, там, всяких материалов и конкретного способа их организации. Дверь же, это абстракция особого вида организации прямоугольного фрагмента некоторого материала, петель и ручки. А дверную ручку можно считать абстракцией конкретного способа упорядочения медных, никелевых или стальных деталей. Мы используем абстракции на каждом шагу. Если, открывая или закрывая дверь, мы должны были иметь дело с отдельными волокнами древесины, молекулами лака и стали, вы вряд ли смогли бы войти в дом или выйти из него. Абстракция – один из главных способов борьбы со сложностью реального мира. Разработчики программного обеспечения иногда создают системы на уровне волокон, древесины и молекулы лака и стали, из-за чего такие системы становятся слишком сложными и плохо поддаются осмыслению. Если программисты не создают более общие абстракции, разработка системы может завершиться неудачей. «Благоразумные программисты создают абстракции на уровне интерфейсов методов, интерфейсов классов и интерфейсов пакетов, иначе говоря, на уровне дверной ручки, уровне двери и на уровне дома, что способствует более быстрому и безопасному программированию». Так, короче, тут мне не открывать фонарь, я вижу. Ничего я не открою. Возможно, я там тоже какие-то сейчас ключи найду. Поэтому пойду я наверх и попробую все-таки поубивать. Поубивать. Возьму вот это сразу в руки. Поднимусь еще на один этаж. Поднимайся. Вот. А, здесь у нас двое. А, у нас еще один уровень есть, смотрите. Я понял. Значит, поднимемся еще на один уровень. Там, может, типа, самый главный, может, я его убью и за него дадут больше опыта. Ого. Эй. Их тут трое, и вон четвертый стоит. Ого. А что если я стрельну прямо в глаза? То мутант практически слепнет. Ну, это было. Хотя, если они... О, блин. Ну, если... О, красавчик. Красавчик. Попробую я сюда зайти, вот так вот встать, подлечиться, перезарядиться и дальше выкрикивать. Оттуда нехорошие слова. Они будут злиться. Это огнемет. Ну, огнемет, видите, у меня броня, в принципе, нормально. Огнемет. Огнемет я могу... А переносить более-менее нормально. А вот мини-ган не очень. Да будем в глаза стрелять. Да что ж ты делаешь? На тебе, падла. Наркоман в розовом халате. Блин, надо было подлечиться. Ладно, сейчас подлечусь. О, нормально, повезло. Лечимся. И заодно перезарядимся. Наверное, патроны как-то вверх перен... А не, они не переносятся. Блин. Когда у тебя, падла, патроны закончатся? Получай, получай. А сейчас ты получишь. Бэх. Теперь вот этого пережить, пережить, пережить. Стреляем в глаза. Бум. Че? 8 здоровья потерял. Это не серьёзно. Ого, 18. Блин. А тот пистолет у меня остался, интересно? Блин. А тот пистолет я сбагрил. Ну, я там эту, руку смерти, помните, валил. Это плохо. Я бы мог, в принципе, тем пистолетом в глаза стрелять. Он довольно точный. Смотрите, что творит. Ганида. О, промазал. Красавчик. В глаза. Бэмс. 47 здоровья. Нормально. А она промазал. В глаза. Бэмс. Есть. Че? Красавчик я. Так, 84, ну пусть 85 тысяч, 6, короче, грубо говоря, 6,5 тысяч. В принципе, да, даже, наверное, я смогу взять здесь новый уровень и пойти на эту базу мутантов. Это хорошо. Итак, идём дальше. А дальше у нас... Дальше у нас... Инкапсулируйте детали реализации. Так, можно винтовку взять, штурм. О, значок. Это другой значок. У меня такого нет. Наверное, этим значком я смогу открыть ту дверь. Так, ладно. Это потом. Давайте сначала... Идём дальше. Инкапсулируйте детали реализации. Когда абстракция нас покидает, на помощь приходит инкапсуляция. Абстракция говорит, вы можете рассмотреть объект с общей точки зрения. Инкапсуляция говорит... А, инкапсуляция добавляет. Более того, вы не можете рассмотреть объект с иной точки зрения. Продолжим нашу аналогию. Инкапсуляция позволяет... Вам смотреть на дом, но не даёт подойти достаточно близко. Чтобы узнать, из чего сделана дверь. Инкапсуляция позволяет вам знать о существовании двери. О том, открыта она или заперта. Но при этом вы не можете узнать, из чего она сделана. Из дерева, стекловолокна, стали или другого материала. И уж никак не сможете рассмотреть отдельные волокна древесины. О, Тесла-броня. Тесла-броня, блин, ребята. Надо что-то скинуть. Что скинуть? Рация нафиг она мне не надо. Вот это тоже мне не надо. Это мантия мне не надо. Это пижама розовая. Как лох ходишь. А что две разные рации, кстати? Они ж разные, реально. Так, Брэм, вдруг это крутая броня? Не могу взять. Надо выкидывать. Вот это мне тоже не надо. Зачем она мне? Блин, всё жалко, но на самом деле счётчик ей. Нафиг вам не надо. А ну-ка. Чё, взял? Да, взял. На самом деле она, наверное, хуже, но ладно. Силовой кастет. Попробуем силовой кастет ещё взять. Итак. Так, чё у нас тут? 50, 90, 70. Та, ну нафиг. Она лоховская. Смотри, я тут 60, 50, 70. А тут вообще... А, тут от плазмы на 80 защищает. А, я понял. От плазмы очень хорошая защита от лазера. Наверное, я её ставлю. Потому что... Потому что на этой базе там иногда некоторые вот эти мудозвоны, ну, вот эти там мутанты будут стрелять из плазменного оружия. Соответственно, в этот момент я потиху переобуюсь на ходу, переоденусь и... И продолжим. А это чё? Сенсор движения. Кстати, сенсор движения у меня же где-то был, да? Давайте попробуем его использовать. И нафиг он мне надо, кстати. Да? Правильно. Я сейчас его просто включим, посмотрим. Чё да как. Ага, ага. Ага, ага. Хрен его, я ничего не понял. Скана. Давайте спустимся. Давайте я сохраню, спустимся на уровень ниже. Там же должны были быть всякие эти... Не, ну, по-хорошему он покажет точками, типа, где кто есть. Вот смотрите. Ну да, вот показывает. Я, вот три красных точки. Тут, тут трое. Ну, 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 хорошо. Ну, показал и показал. Давайте ему в глаз стрельну и... на тебе. И запрячусь сюда, вот так вот. Тю! Опа! Опа! Он как раз стрельнул. Иначе я надену силовую тесла броню. Подлечусь. Вот, сейчас проверим. Так, ладно. О, нормально, смотрите. На чуть-чуть жизни уменьшилось. Всё, значит, тесла броня мне нужна. Вот для таких случаев. Помер. Помер. В глаза. О, классно. А вроде ещё, да? Тут третий был. А, вон он стоит. Вон он стоит. О-оу. О-оу. А чем? Блин, а он уже с этой идёт. С эмениганом, значит... Значит, надеваем нашу броню. Перезаряжаемся. Придурок. Бросил гранату. Ну, дебил. Ну, как? Это я ж перед... Блин, глаза на благо. Я ж перед ним стою. Более того, он сам даже получает урон. Вот это тормоз. Мутант. Чё тут скажешь? Просто идиот. Он мог бы меня этим миниганом нормально наказать. Чё у них тут? Ничего интересного. Так, ладно. Инкапсуляция. Инкапсуляция помогает управлять сложностью, блокируя доступ к ней. Блокируя доступ к ней. Так, книженцы. Будем их читать. Вот это, да, по-моему? Да. Раз. Два. И у меня была ещё одна книжка. Она вряд ли уже что-то даст. Но прочитать надо. Да, уже темно. А я ночь не люблю. А отдыхать? А не, можно. До утра ещё два часа. Во. И сохраняемся. Так, чё у нас тут дальше? Во. Используйте наследование, если оно упрощает проектирование. Если. Вот видите, ключевое слово «если». Оно упрощает проектирование. И сейчас разберёмся с этим. Что это такое и что имеется в виду. Так, вот это я, наверное, скину. Оно мне не надо. Это скину и возьму во вторую руку винтовочку. Но. Ноу-ноу-ноу. Ничего не надо делать. Перезарядим её сразу. Где тут? По-моему, вот эти патроны, да? 0,200. Не, не эти. Вот они. Да. Характерий 85 тысяч. Ну, всё ближе и ближе. Мы к новому уровню. Ну, не мы, а я. Итак. При проектировании программного обеспечения часто выясняется, что одни объекты аналогичны другим за исключением нескольких различий. Так, при создании системы расчёта зарплаты, нужно учесть, что одни сотрудники работают полный день, а другие не полный. В этом случае наборы данных, ассоциированные с сотрудниками... Так. Не понял. В этом случае наборы данных, ассоциированные с сотрудниками обеих категорий будут различаться лишь несколькими аспектами. Объектно-ориентированный подход позволяет создавать общий тип сотрудник и определить сотрудников, работающих полный день, как сотрудников общего типа, за исключением нескольких различий. Если операция над объектом сотрудник не зависит от его категории, она выполняется так, как если бы объект был сотрудником общего типа. Если же операция, зависящая от типа сотрудника, она выполняется разными способами. Определите сходство, то есть определение, даже не определите, а определение сходства и различий между такими объектами называется наследование. Польза наследования в том, что оно дополняет идею абстракции. Абстракция позволяет представить объекты с разным уровнем детальности, если помните, на одном уровне мы рассматривали дверь, как набор определенных типов молекул, на втором как дверь, как набор волокон древесины, а на третьем как что-то, что защищает нас от воров. Древесина имеет определенные свойства. Скажем, вы можете распилить ее пилой или склеить столярным клеем. При этом и плинтусы, и подоконники имеют общие свойства древесины. Но вместе с тем и некоторые специфические свойства. itti. Да что ж ты будешь делать? Ну как так можно стрелять? Фууууууу, дааааа, вот это самое-таки опасное. С миниганом, тем более в ближнем бою. Это же жесть. У меня скоро эти закончатся. Можешь что-то мне при насаслить какие-то. так чё это увеличение силы давайте съем чё это еще о уже зависимость наркоманом стал да ладно зависимость сбегай в эту в братство стали пусть меня там подлечит блин попробую бить о получилось а у этого какое-то оружие по ходу энергетическое по ходу да значит наденут эту броню подлечусь под заряжусь и понесемся так наследование упрощает программирование позволяя создавать универсальные методы для выполнения всего что основано на общих свойствах на общих свойствах дверей и затем написать специфические методы для выполнения специфических операций над конкретными типами дверей некоторые операции такие как open или close будут универсальными для всех дверей внутренних входных с бронёй я втыканул у него этот огнемет ой не тонн так вода операции open или close будут универсальными для всех типов дверей поддержка языком операции вроде open или close при отсутствии информации о конкретном типе двери вплоть до периода выполнения называется полиморфизма объектно ориентированные языки такие как c++ java там c sharp и другие поддерживают и наследование и полиморфизм полиморфизм это изменение свойств объекта динамическое изменение свойств объекта но есть и статическое но нам она пока не надо наследование это одно из самых мощных средств объектно ориентированного программирования при правильном применении она может принести большую пользу но если обратная сторона при неправильном применении может мы можем получить большой ущерб так дальше сокрытие информации один из основных принципов и структурного и объектно ориентированного проектирования это сокрытие информации то есть скрывайте скрывайте секреты вот так вот это все гласит в первом случае как бы сокрытие а значит сокрытие информации а лежит в основе идеи черных ящиков во втором она дает начало концепциям инкапсуляции и модульности и связано с концепцией абстракции сокрытие информации одна из самых конструктивных в мире разработки из одна из самых конструктивных идей в мире разработки программного обеспечения и сейчас мы рассмотрим это подробнее впервые сокрытие информации было представлено на суд общественности а в 1972 году дэвидом парна сам или парна сам с сокрытие информации тесно связана идея секретов аспектов проектирования и реализации которые разработчик программного обеспечения решает скрыть в каком-то месте от остальной части программы в юбилейном 20-летнем издании книги мифический человека месяц фреда брукса фред брукс пришел к выводу что критика на сокрытие информации была одной из ошибок допущенных им в первом издании парнас был прав говорил фред брукс был прав в отношении сокрытие информации а я ошибался но сокрытие информации это вкратце то есть мы уже в следующий раз об этом продолжим говорить то есть об этих всех аспектах но это вкратце мы скрываем то что не нужно пользователю да мы скрываем детали каких-то реализации мы запрещаем доступ к тем методам объектом которые нужны только нам для разработки а наверх мы отдаем минимум то есть открытыми функциями делаем по по возможности в идеале до минимум открытых функций но так чтобы они несли максимальную смысловую нагрузку вот ну то есть основная идея это минимализм чем меньше интерфейс тем лучше если классы состоят из множества функций объектов то возможно возможно следует подумать над тем чтобы разбить эти классы на под классы то есть на эту одну сущность на несколько других сущностей кстати что-то тут нашел такого подземелья но что-то я не вкурил что еще у нас собор о логово 1 уровень это повод еще несколько уровней есть офигеть большая научная книга нормалек но это наверное уже следующий раз потому что или или аг и у ау блин а вот где-то вход блин темно нифига не видно а как мне туда пройти блин я так понимаю а вот замечание неровности в стене дверь заперта и я понял наверно надо вот это использовать как это ничего не даст а как не открыть эту дверь дверь заперта это ничего не даст а что даст может отмычки там короче какая-то фигня неровности да я так понимаю в этой двери нет замка хорошо 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 но это я так понимаю тоже ничего не даст это тоже ничего не даст а если я науку применю наука 91 процент в этой двери нет замка блин круто я и так вижу что нет походу надо найти еще какой-то ключ да это ничего не даст значить ой кто это морфиус послал отправил меня с посланием такие отбросах ты мудак пью болен знал бы ты появишься но как бы на сегодня на зачитывание все оно было такое чуть-чуть наверное нудноватым ну а следующий раз мы продолжим и по теме это проектирование при конструировании ну и инкапсуляция сокрытия но я думаю об этом всем поговорим но это в следующий раз так отбегу к я под подальше сейчас этих перевалю по быстренько ну в принципе на сегодня то все кстати интересно да видите вроде такой собор там все чада мы такие мирные мы несем там мир там и и и все такое а на самом деле здесь оказывается есть подвальчик в котором какие-то мутанты проживают которые ах ты тварь которые замыслили что-то нехорошее да сдохни но очередь блин вот это на мощная и этот еще я уже забыл как и на слух а кстати когда я шарился по пустоши но после свечения я встретил говорящих коров но помните тут встретил этого чувака который машинами торговал вот то есть тут можно встретить вот типа случайным образом на какие-то уникальных там или людей или попасть на уникальной локации вот получается две я уже обнаружил я там почитала есть еще можно встретить летающую тарелку что-то там еще можно было но как бы особо особо какой-то пользы от этого всего нету но это знаете добавляет там какого-то интереса наверное игре так блин короче уже надо завершать запись этот все не сдыхает и кто-то там еще ползет потому что судя по всему кто-то вон еще ползет да блин короче я наверное буду тулить к выходу ну а потому что кто-то там еще он ползет а мне уже а мне уже надо все сейчас еще добью ну не добивается все до свидания давай до свидания зависимость еще он у меня наркоманская но на сегодня все поэтому всем спасибо за внимание подписываемся там ставим лайки комментируем и все такое всем пока